Так, это сайт главы администрации города Чебоксара, была публикация буквально недавно. Глава администрации Денис Пирин поручил держать на постоянном контроле процесс строительства новых микрорайонов. Акцентирую внимание на трех застройщиках ООО Отдел Финстрой, застраивающий микрорайон Премьер, это Замамья, ООО Строй-33 и ГК Рекеон Жилстрой. Мне больше всего интересует ООО ЦЗ Отдел Финстрой, микрорайон и отсутствие школы в Замамье. Что самое интересное, в отношении застройщика ООО Отдел Финстрой инициировали обращение в суд с обязательством сдать, построить и сдать школу и передать ее в муниципальное образование. Но почему-то на прямом эфире, вот сейчас я перейду на прямой эфир, вот он. Второе, отсутствие необходимой инфраструктуры, поликлиник, детских садов, школ. Вот один из самых популярных, наверное, вопросов в прямой линии, поступило более 500 однотипных обращений о строительстве школ в микрорайонах Ясная Поляна и Солнечной. С похожим вопросом выступили представители инициативных групп по другим новым микрорайонам. Давайте посмотрим, есть возможность. Добрый вечер, меня зовут Грибова Людмила Николаевна, я живу в микрорайоне Радужный. Ну, как известно, микрорайон Радужный – это молодой микрорайон, и там, конечно же, очень много молодых семей. Встает закономерный вопрос. Будет ли построена в нашем микрорайоне Радужном новая школа? А если будет, то когда? Здравствуйте, меня зовут Николай Елена Валерьевна, я представляю микрорайон Солнечный. У нас район очень огромный, большой, район расширяется, разрастает. Хочется все-таки узнать, когда все-таки построится школа. Здравствуйте, Ольга Исаева, я проживаю в микрорайоне университет, и также хотела бы узнать, когда построят школу в нашем районе. Да, ну что ж, вот такие вопросы. Меня, блядь, надо было позвать. Да, вопросы очень правильные, очень правильно задают жители. Вопросы начнем с последнего. В микрорайоне университет школа будет построена и введена к 1 сентября 2023 года. То есть мы уже получили все одобрения, уже бюджеты на 2022 и 2023 год, соответствующие деньги же средства предусмотрены. Надо просто привести все конкурсные процедуры, начать строительство и его ввести таким образом, что мы будем к 1 сентября 2023 года и завершить и сдать в эксплуатацию. По двум другим микрорайонам чуть-чуть сложнее ситуация, и по Радожному, и по Солнечному. Но если для жителей Солнечного чуть-чуть, может быть, обрадую, мы на следующий год, весь год мы работали. И практически согласовали на сегодняшний день строительство школы в микрорайоне номер 14. Это вот дядюшка в Солнечном находится, там тоже, к сожалению, застройщик застроил территорию и обанкротился. И вот здесь вот какая-то главная проблема, откроется, это все социальные, я бы так сказал, инфраструктуры. То есть застройщики приходят на территорию, при этом берут на себя определенные обязательства. Ветеран Великой Отечественной войны недавно. Обязательства комплексной застройки. И в рамках этого обязательства они в том числе должны обеспечить как выделение земли для строительства этих объектов, так и для косметной документации. Сейчас городская администрация сделала очень детальный анализ и в ближайшее время будет либо принуждать, значит, в рамках исполнения договора, но если в ходе таких переговоров не получится, значит, будем принуждать через суд, исполнять свои обязательства. Давайте принуждать и через суд исполнять. А не вводить в эксплуатацию эти микрорайоны и дома можно, если не построены объекты инфраструктуры? Ну, к сожалению, я думаю, что это неправильная мера, потому что это, опять же, будут те же самые обманутые дольщики и иные процессы. Другая проблема, вот и в Радужном, и, значит, в Солнечном, в Радужном, значит, землю оставили очень со сложным рельефом, и мы сейчас с застройщиком ведем очень серьезные, значит, переговоры о том, чтобы разделить ответственность по территории в нормативное состояние, для того, чтобы войти...